Приветствую вас в своем канале. Сегодня у нас с вами будет необычное видео, потому что у нас это будет не вышивка лентами. Мы с вами сделаем вот такую вот красивую веточку. Она очень гармонично смотрится во всех картинах. Например, если вы вышиваете полевые цветы, она может вам пригодиться как дополнительный элемент вашей картины. Она очень просто. Для этой вышивки нам понадобится с вами шелковая нитка. Не путайте, это не ирис, это шелковая нитка. Вы также можете воспользоваться ирисом, но желательно взять такой цвет светлый, зеленый, вот такой, как у меня. Можно песочного цвета взять. Также вам потребуется иголка. Смотрите, она не для вышивки лентами, а такая иголка, но желательно ушко, чтобы у вас влезла, видите, нитка. Вот эта вот наша толстая, она толстая. И в то же время нам с вами еще понадобятся вот такие бусины-ресины. И смотрите, чтобы ваша иголка без труда проходила через бусину. То есть проверьте, чтобы не получилось, что вы начнете вышивать, а ваша бусина не пройдет через нее. Еще нам понадобятся с вами карандаш и ножницы. И непосредственно канва, на чем вы вышиваете. У меня это лен обычный. И также пяльцы, если вы вышиваете на пяльцах. И для начала вы берете карандаш и намечаете веточку. Это чем-то похоже, наверное, вот как полевые растут у нас по типу овес, вот такие вот растения. И вы рисуете вот такие вот веточки, полностью рисуете вашу композицию. Еще раз повторюсь, это вот очень будет хорошо смотреться где-то в композиции, там с колокольчиками, с ромашками, с такими полевыми цветами. Будет очень красиво смотреться с маками. Так что попробуйте добавить в вашу композицию вот такие вот веточки. И дальше мы с вами будем стебельчатым швом прошивать все наши веточки. То есть обычный стебельчатый шов. И мы с вами прошьем все наши ветки. Здесь у меня уже оставилось немного их. И мы с вами обычным таким стебельчатым швом мы с вами доделываем все наши остальные ветки. Все наши веточки мы с вами доделываем. посмотрите я дошла до конца веточки когда и чтобы нитку сзади вот не протягивать чтобы не было таких растяжек я вам покажу как я это делаю я обычно вот таким вот способом спускаюсь вниз до нужного мне места то есть чтобы не было таких у меня больших протяжек и вот спускаясь допустим вот у меня здесь продолжение будет веточки я до этого места спустилась и сзади у меня не будут вот этих вот длинных тянущихся ниток которые потом можно случайно зацепить и у вас вашу работу поведет то есть вот так вот можно сзади да с помощью нотка обвивая предыдущую нитку вы можете спуститься на нужную вам скажем так высоту эту веточку мы тоже сделали сейчас мы тоже с вами также вернемся и вот так же мы с вами вернемся вот до этого вот места на это сами вернуться вот я также раз и вернусь чтобы у нас здесь не было потому что если я вот так у час протяну до этого места вот вот такая вот протяжка мне не нравится я вот обливаю предыдущего не предыдущего то что мы с вами сделали стежок я так это обвиваю и получается что нитки у нас нет вас с вами таких больших протяжек вот эти аккуратно вот так вот и мы теперь опустились до этой веточки и также мы с вами сделаем эту веточку после того как мы с вами прошили все наши веточки мы делаем с вами веточки то мы берем наши бусинки рисинки и мы с вами будем их пришивать старайтесь чтобы они у вас были направлены больше как бы вниз то есть в разных местах на веточке вы располагаете ваши бусинки рисинки вы смотрите по тому как у вас картина побольше хотите их этих рисинок поменьше но желательно чтобы они все были более-менее направлены у вас больше как к низу и вот мы с вами делаем на каждой веточке все эти наши дает такая работа достаточно кропотливая но когда вот может быть она так смотрится не очень когда вот она одна но когда вот они на в общей вот картине с какими-то там цветами очень смотрится красиво эта веточка она прям смотрится так очень гармонично и поэтому попробуйте добавить до в своей картины полевых цветов добавить ромашек туда тот прошлый раз мы с вами делали колокольчик маг оба и цветы которые растут в поле красивую такие вот он будет очень красиво не смотреться и вот так мы с вами будем делать до конца как видите ничего сложного все очень просто достаточно но как говорится из простых вещей иногда получается очень красивые оригинальные вещи то есть с вами сейчас так до конца сделаем нашу красивую вот такую веточку закончили с вами пришивать всем наши рисинки сзади мы нитку с вами конечно же закрепляем отрезаем сзади получается вот такая вот у нас с вами паутина и вот получили мы с вами вот такую замечательную ветку для добавления для наших букетов используйте ее обязательно очень красиво получается и если вы впервые на моем канале подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы буду рада вас видеть следующих своих видео всем удачи всем пока